Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Временный водовод не подвел. Водоснабжение заречного микрорайона Белой Калитвы полностью восстановлено. Комфорт для создания семьи. Новый дворец бракосочетаний открыт в Красном Сулине. Мы очень рады, что мы стали первооткрывателями. Понять речь и написать сочинение. Олимпиадой по французскому языку начался региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Задания, с которыми у меня необычная проблема, они были достаточно легкими. Напор в кранах нормальный. В микрорайоне Заречный и Белой Калитвы водоснабжение восстановили в полном объеме. Работа временного водовода налажена накануне. Напомню, дополнительную пластиковую трубу пришлось срочно проложить из-за серьезной коммунальной аварии. 6 января прорвало водопровод, идущий под рекой Северский Донец. Причем порыв случился на глубине 2 метров в 8 метрах от берега. Так что для ликвидации аварии пришлось привлекать водолазов и наводить понтонный мост. Без полноценного водоснабжения остались 8 тысяч жителей микрорайона. Питьевую и техническую воду им подвозили цистернами. Временный водовод будет задействован до тех пор, пока не проложит резервный методом прокола. Его строительство уже ведется и должно завершиться к концу января. Новый авиарейс «Ростов-Минск» будет запущен с 28 апреля, но билеты уже можно купить. Авиакомпания «БелАвиа» начала их продавать, сообщает портал «Ростов Транспорт». Минимальная стоимость билетов – 102 евро в одну сторону. Это на сегодня около 7 тысяч рублей и 199 евро туда и обратно. Летать из Ростова самолеты будут по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из Платова в 4 часа утра, прилет в Минск в 6.20. Обратные рейсы в 23.10 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Прилет в Платов в час 25 ночи. Сейчас в Минск можно улететь с пересадкой в Москве по цене билета от 2300 рублей или доехать поездом за 3700 рублей в плацкарте. В Новый год Ростов-на-Дону въехал с полностью обновленным трамвайным парком. Для замены всех оставшихся старых вагонов в 2017-м приобрели 14 новых. Последние 8 прибыли в город в декабре. Такого масштабного обновления состава электротранспорта не было последние 25 лет. Все вагоны уже на маршрутах. Ростов единственный город в России с европейской колеей. Поэтому модель вагона 71911 City Star спроектирована специально для Донской столицы. Для водителя такой трамвай удобен в управлении, а для пассажиров комфортен. Сейчас уже начинают люди привыкать. И поначалу, конечно, и ради интереса садились кататься. Но сейчас накатываются маршруты, естественно. И люди даже из любопытства заходят попробовать проехать в трамвае. Нравится. И даже больше переходят с маршрута к нам. Отличный. Отличный. Удобство все. Вот сейчас таки пломнил. Идет хорошо в ноги. Не дует уже ничего. Особенно сейчас то ли возраст, то ли частенько померзнуть приходится. А в этом просто волшебство одно. Очень тепло. Во-первых. Комфортно. Чисто. Вот. И в общем нравится. Езжу часто на трамвае. В пути трамвая не дольше автобуса. А если бы еще не мешали автолюбители и не перекрывали рейсы, они бы вообще летали, уверяют вагоновожатые. Зимой в вагоне тепло, летом прохладно. Все новые трамваи с кондиционерами. Плюс световые табло и четкое объявление остановок. Свадьбы красносулинцев станут еще ярче. В городе открыт новый дворец бракосочетаний. Скреплять семейный союз молодожены теперь будут на улице Ленина. В здании, где раньше располагались редакции местных СМИ. Для надежды и Владимира Шакира этот день счастливый вдвойне. Молодожены первыми поклялись друг к другу в любви и верности в новом дворце бракосочетаний. Просто так получилось. Очень неожиданно. Мы уже много лет вместе, но решили в этом году заключить свой брак. Вы первыми. Мы очень рады, что мы стали первооткрывателями. Реконструкция здания обошлась местному бюджету в 10 миллионов рублей. И оказалось сложнее, чем строительство с нуля. Фасад украсили золотистой плиткой, заменили все окна, двери и сантехнику. Полностью преобразилось фойе, главным украшением которого стала белоснежная лестница. Мы сегодня создали, по сути, храм для создания будущих семей. И вот те двери, которые мы сегодня открыли, наверное, они несут в себе на самом деле то, что сюда будет желание идти. Это учреждение, которое является учреждением не просто связанное с регистрацией брака, а с тем институтом, который связан с укреплением семьи, престижем материнства и детства, будет давать возможность всем молодоженам и всем молодым семьям, придя сюда, понимать, что о них думают. И они переходят действительно в такой чудесный обновленный храм семьи. В день открытия Дворца бракосочетаний поздравили и тех, чей пример другим наука. Семейные пары, отметившие в минувшем году серебряные и золотые свадьбы. Мария Филинкова, Анна Туполева, Дон-24, Красный Сулин. Когда-то владение этим языком подтверждало хорошее воспитание и принадлежность к элите. Олимпиадой по французскому языку начался сегодня региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В первый день конкурсанты слушали и пытались понять речь, а также писали письма, эссе или сочинения. Хорошо к Олимпиаде подготовились, как и следовало ожидать, ученики 45-й гимназии, так называемой французской школы. Эти гимназисты были победителями и призерами Всероссийской Олимпиады по французскому языку. Мы, соответственно, готовим детей чисто практически применять те знания, которые получены в том числе на других предметах, вот в международном общении, скажем так, на иностранном языке в том числе. Главную ставку делают на Аню Ушмарину. В прошлом году она была призером, заняв 49-е место в России. Задания, с которыми у меня обычно проблемы, они были достаточно легкими. То есть было аудирование, оно было не самым трудным, каким могло быть, а так как я всегда очень плохо их понимаю, то в этом случае мне прям повезло. Аудирование, ответы на вопросы по прослушанному тексту, трудно из-за быстрой, неразборчивой речи французов. Грамматика, кстати, тоже не самая простая. Каждое слово во французском языке имеет свой род, женский и мужской. Причем правил по определению рода слова нет. А еще есть глаголы, не поддающиеся правилам спряжения. Также на Олимпиаде задания по пониманию текста и письмо. Амина Тибуева участвует в таком соревновании впервые. Также переживает из-за аудирования. А вообще на французский у нее большие жизненные надежды. Я люблю очень языки, поэтому, наверное, французский – это то, что мне нравится больше всего. Мне нравится очень французская культура. Я хотела бы когда-то переехать туда жить. Возможно, после получения образования в Германии я перееду жить туда именно. Олимпиадные задания ежегодно усложняются и уже давно превышают базовый уровень. Чтобы получить хорошие результаты, надо владеть хотя бы средним уровнем Б2. Аудирование. Очень часто берут аутентичные материалы с французских сайтов. Это может быть какая-то радиопередача или даже из кинофильма что-то может быть, или какой-то опрос. Это современная литература французская. Очень часто оттуда берут тексты для понимания. Причем это 21 век, очень свежая литература. Завтра участники Олимпиады покажут свои навыки в разговорной речи. Надо будет показать правильное произношение, которое во французском языке тоже особенное. Чтобы произносить раскатистую «Р» и носовую «Н» нужны длительные тренировки. Евгения Слинкина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Игрока молодежной сборной России арендовал футбольный Ростов. Игрок московского «Спартака» Яс Гулиев первую половину этого сезона провел в аренде «Ванжи». Сыграл 11 матчей и забил один гол. 21-летний полузащитник прошел сборные команды страны всех возрастов. Был серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Договор аренды заключен до 31 мая этого года. Полузащитник Валерий Чуперко стал новичком футбольного Ростова. 25-летний молдаванин имеет и российское гражданство. Он играл за юношескую и молодежную сборные Молдовы. Но за взрослую команду решил не выступать. В Россию перебрался в 2012-м, подписав контракт с Краснодаром. Но за этот клуб провел всего один матч. А в остальном играл за молодежный состав и отдавался в аренду в клубы низших дивизионов «Енисей», «Спартак», «Нальчик». В 2014-м перешел в «Ванжи» и провел 20 матчей в «ФНЛ». А потом был арендован «Томью», где забил свой самый значимый на сегодня гол, вернувший клуб в премьер-лигу в стыковых матчах в воротах Убани. Последней на сегодня командой Чеперки была «Калининградская Балтика». Из этого клуба Чеперка ушел, воспользовавшись опцией «Самовыкуп», чтобы попытаться закрепиться в команде премьер-лиги. Контракт с Ростовом рассчитан на два с половиной года с возможностью продления на год. «Выходи гулять» – позвали жителей Донецка, организаторы фестиваля городской среды. Площадкой для массовых новогодних и рождественских гуляний стал самый большой двор в третьем микрорайоне. И праздник собрал больше трехсот гостей разных возрастов. Они проявили небывалую активность и сами стали героями представления. Водили хороводы, пели песни, участвовали в конкурсах. «Дорогие жители, мы аплодируем, что будет оборудование с небось». Этот двор – один из самых больших, благоустроенных по проекту формирования комфортной городской среды. Площадь территории – два гектара. Живут здесь больше тысячи человек. Жильцы восьми многоквартирных домов одними из первых в области приняли решение о преображении своего двора. Подготовили пакет документов и получили результат, которым все довольны. Думали, что это будет центром притяжения проведения культурно-массовых мероприятий. Но наши ожидания превзошли все возможные разумные пределы. И сегодня мы видим и ощущаем, как жители города Донецка, многие районы из ЦОФа, из Центра посещают это массовое мероприятие. В 2018-м таких благоустроенных дворов в Донецке станет больше. Город продолжит участвовать в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова